Древо життя, Маша и Медведь, мудрые черопахи и собачья будка со сподорожниковой антенной. Древляные скульптуры упрыгожили территорию Мазырского доследного лязгаса. Их автор Александр Зянько был принят на работу организацию всего 4 месяца тому и поспел сделать Жихароу района своими незвычайными працами. С майстром познайомились наши мазырские коллеги. Тата Карла прославился, дякуючи тому, что выстроил с древа Буратина. Але для разбера Александра Зянько дравляная фигурка занадто просто. У его руках любая частка древа перетворяется в шедевр с философским потекстом. Глядячи на древо життя, для подножия якого разместилися мудрые черопахи и не веришь, что это была корч. У руках майстра самовучки она стала соправным твором остатства. Сам он каже, что до працы подыходит серьезно, але одночасово с гумором. Так у собачьей будки появилась с подорожниковой телебачення. Фантазии приходят, когда ты только вдохновляешься, когда ты начинаешь в процессе работы. Срабатывает просто как-то фантазия. А перешел я, опробовал бензопилой. Это, как объяснить, это такой адреналин. Просто сам иногда смотришь на вещи, не знаешь, что можно с него сотворить. Просто отсекаешь лишнее. Усих работ белорусского самородка не злечить. И они размещены у разных районах Гомельской области. Уприхоживают и овцюки, и малую родимую Александра на Раулянске край. Задумок очень много. Я более уже осваиваю лица. Я с тамесками не работаю. Придется, конечно, учиться, экспериментировать. Даже взять этого медведя, он у меня буквально за сутки вырезается. Хочу просто сделать в дальнейшем ангела, как-то побольше статуи, чтобы оставались как-то в городе Мозыря, в парковых зонах. Як саправдный мостак Александр Зянько марить про персональную выставу. А я еще про дом, побудованный своими руками. Гэта в будущем. А по культ для его головное – дарить радость людям. Виктория Сидницкая, Светлана Грудько, Юрий Гарабец. Телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». Продолжение следует...